здравствуйте с вами компания оем зап меня зовут константин сегодня у нас на обслуживание киа карнивал привезен скорее объем 2 и 2 двигатель d4 hb мощностью 202 лошадиные силы обычное то замена масла у нас масло 5 в 30 также мы меняем масляный фильтр топливный фильтр воздушный фильтр объем масла в этом моторе 6 и 7 литров начинаем подняли мы автомобиль наверх нам нужно сейчас открутить пробку с поддона если старое масло по автомобилю видно что машина новая у нее пробег 8000 всего лишь пока у нас масло сливается обязательно призами при этого при замене масла меняем уплотнительное колечко ставим сюда новенькая дабы не дай бог не сорвать не резьбу и чтобы масло не подтекала новенькое колечко сейчас масло за саганца сольется закрутим все будет прекрасно при замене масляного фильтра сначала мы откручиваем пробочку сливаем со стакана масло оставшееся после того как у нас все масло соль сливается стаканом откручиваем сам стакан берем головку на 24 3 щеточку и откручиваем старый фильтр мы снимаем ты чего мы чистим стаканчик меняем резинку на самом стаканчике и меняем резинку на пробке комплекте с масляным фильтром идут две резиночки всегда 1 для стаканчика 2 для пробочки резинку нам не жалко поэтому делаем с ней снимаем ее как как хотим новенькую одеваем аккуратненько главное не надорвать аккуратненько и заправляем все здесь готово на стакане то же самое поддеваем и снимаем одеваем новую просто руками все прикручиваем все обратно и заливаем масло и маловажная информация стаканчик мы затягиваем с моментом 10 ньютонов никак по-другому некоторые от руки затягивают могут можно сломать пластиковую резьбу будьте аккуратны масляный фильтр мы установили сейчас мы возвращаем на место заглушку протираем масло закручиваем пробку опускаем заливаем масло двигатель под музыку я вернулся заливаем масло объем масла в двигателе у нас 6 и 7 масло мы заливаем 5 в 30 класса c3 канистры у нас были по 4 литра 1 и 3 у нас осталось 6 и 7 в моторе масло у нас уровень приступаем к дальнейшему заменам фильтров сейчас на данный момент мы будем менять топливный фильтр у нас находится за воздушным после установки воздушного фильтра на место поменяем воздушный чтобы поменять там топливный фильтр нам нужно будет снять почти всю систему воздушного фильтра помню машину нас новая нужно пользоваться грамотным инструментом в данном случае клипсодером чтобы все пистончики у нас были целые и невредимые ну не снимать же переднюю панель подожди дальше у нас корпус воздушного фильтра держится на болтиках 10 на 10 отключаем датчик здесь он крепится пистончиком аккуратненько его поддеваем и снимаем подкручиваем гофру вытягиваем его на себя после чего у нас будет доступ к гаечкам которые крепят стакан топливного фильтра к кузову автомобиля открутив жгут проводки у нас есть доступ к трем гаечкам раз два три открутим против их мы подвинем в сторону топливный фильтр со своим корпусом но и прежде чем это сделать вы еще открут отключим топливную систему и проводку от фильтра чтобы задохнуться в парах солярки сначала мы открутили корпус топливного насоса по стакан полость всю систему в сборе сейчас мы ее отсюда извлекаем аккуратно и повредив проводку то что можно каким-нибудь кронштейном этого насоса зацепиться и потянуть провод это будет не очень хорошо особенно это в новом автомобиле за 2 миллиона вот он наш красавец сейчас мы откручиваем его идем на тиски зажимаем откручиваем фильтр и датчик воды ставим новый фильтр прикручиваем датчик воды обратно и устанавливаем вот у нас на столе откручиваем все что держит наш насос извлекли зажимаем его в тиски аккуратно не переусердствовать главное пошел нафиг свои спичками устанавливаем новый фильтр просто его прикручиваем его на место проверяем все резиночки чтобы были на месте после чего ставим датчик воды совершаем в принципе ту же самую процедуру как мы все демонтировали только в обратном порядке ставим воздушный фильтр обратно на место остался у нас только воздушный фильтр с ним меняется элементарно ребята легче чем в солярисе вверх в сторону на себя все машина новенькая в принципе в достойном состоянии берем новый вставляем защелки вовнутрь закрываем установлен все то на данном автомобиле выполнен еще один качественно обслуженный автомобиль выходит на дороге россии это семейный автомобиль он будет ездить не по москве не погоду он будет ездить по россии и только у нас клиент может находиться в рем-зоне контролировать все происходящее со своим автомобилем в отличие у дилера поэтому к нам приезжают тоже новые машины даже если клиент не понимает в устройстве а в своего автомобиля он может задать ряд вопросов слесарю который обслуживает данный его автомобиль все всем удачи подписывайтесь на наш канал ставим лайки много лайков еще лайков рекомендуем друзьям подписывайтесь на наш канал всего доброго а